Добрый вечер, уважаемые друзья! Сегодня наша тема — реализм. Чем она отличается от предыдущих литературных направлений, от романтизма в частности? Реализм — это и художественный метод, и направление в искусстве, в литературе. В России он начал развиваться активно с 30-х годов XIX века. Интересный факт, что литературные направления никогда не ждали окончания предыдущего этапа, чтобы начаться. В какие-то годы чуть ли не одновременно сосуществовали тот же сентиментализм и романтизм. Затем, когда романтизм все еще был активно в седле, началась эпоха реализма. Интересный факт. К примеру, одни из самых ярких своих романов «Жорж Санд», «Мадам Дедиван», знаменитая французская романистка и писатель в художественном методе романтизма, написала в 40-е годы XIX века. А уже в 30-е Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Грибоедов положили начало реализму. Видимо, писатели группировались кружками по интересам. Кому-то было интереснее в романтизме, кому-то, как Пушкину, как Лермонтову, романтизм жал плечи. Нужно было больше раздолья. Реализм это раздолье предоставил. Как же? Писатели искали положительную философию и искали своего литературного героя. Кто он? Герои нашего времени. Не задавались они вопросом. Чернышевский в 1858 году, это уже середина XIX века, расцвет реализма, в статье «Русский человек на рандеву» высказал предположение, что это должен быть герой, доблестный, отважный, может быть, революционер. В любом случае, новый человек. И это был отдельный тип литературного героя. Новый человек, прогрессивный, обязательно цельная личность, носитель каких-то прогрессивных идей, которые поведет Россию вдаль к светлому будущему. Аненков же, кстати, Павел Аненков стал зачинателем пушкинистики, пушкиноведения, изучения текстологии и, в принципе, творчества Александра Пушкина. Возразил Чернышевскому в статье «Литературный тип слабого человека» новому человеку он противопоставил лишнего человека, которого также называли человеком слабым. С этого момента началась поэтизация слабых характеров. Это значит, что, по мнению либералов, вроде Аненкова, лучшие общественные деятели, лучшие государственные мужи как раз-таки брались из материала слабых людей. Никаких-то сверхдоблестных, цельных личностей, пробивных, которые громко заявляли о себе и делали карьеру. Нет, из талантливых, потенциально талантливых людей, которые не всегда могли найти свой путь. В наших произведениях это типажи вроде обломого, умного, талантливого, доброго гуманиста, но не нашедшего свой путь, вернее, не нашедшего идею, ради которой ему стоило подняться с дивана. Это и Онегин. Онегин не бесталанный у Пушкина. Подчеркивает Пушкин его острый ум, неподражательная странность и остро охлажденный ум. По мнению Пушкина, Онегин умен. Он был бы хорошим материалом для общественного деятеля, для государственного мужа. Его никто не нашел, никто не поставил его на нужный путь, не сказал ему тебе вон туда, в ту дверь и заниматься вот тем-то. А сам он найти не смог. В каком-то смысле погиб во цвете лет вместе с Ленским. Загубил свою будущность. Что еще отмечу? Интересно отношение к природе в реализме. Писатель-реалист — это не регистратор, не бездушный регистратор жизни, в том числе природы. У писателя-реалиста обязательно должна быть своя мировоззренческая позиция. Интересно, что с такой точки зрения писатель-реалист будет изображать природу именно как аргумент в пользу своей точки зрения по тем или иным вопросам. К примеру, с какой целью изображает природу Лев Толстой в войне и мире. По нескольким причинам. К примеру, дуб он изображает, чтобы проиллюстрировать духовный путь князя Андрея, чтобы показать духовное старение человека и его способность воспрянуть вновь, подобно тому, как сделал дуб. Учись у них, у дуба, у березы. Толстой показывает за тем, чтобы проиллюстрировать идею земного и небесного, где земное суетное, склонное заблуждаться. А идеал — это небесная гармония, к которой человеку и нужно стремиться. Как будто бы он показал ось и показал человеку, в какую сторону нужно обращать свой взор, где есть божественное начало. Естественно, оно на небесах, что и следовало доказать. Часто в адрес Толстого звучат, может быть, упрёки в том, что он слишком уж не был регистратором, что он чересчур отстаивал свою личную точку зрения, изображая, к примеру, Наполеона, таким, каким ему, Толстому, заблагорассудилось, и прочих действующих лиц, особенно реальных исторических фигур. Такова основа реализма как художественного метода. Еще раз напомним, что писатель-реалист не регистратор, а подтвердитель своей мировоззренческой позиции. Он подбирает факты и преподносит их читателю с той точки зрения, с какой считает нужным. В этом вопросе важны взаимоотношения правдоподобия и правды. Это был тоже очень значимый вопрос для писателей-реалистов. Для романтиков это вообще никогда не играло никакой роли. Правдоподобия для романтиков не существовало. Читатель романтической литературы не искал правдоподобия в литературе, в искусстве. Для реалистов этот вопрос появился. Правдоподобие не было первоосновной целью, хотя оно было очень важно. Можно изобразить правду, но если она будет неправдоподобна, читатель не поверит, отвергнет правду, а это будет хуже всего. Есть проблема поиска правды, поиска истины. Признавая необходимость правдоподобия, писатели-реалисты все-таки прежде всего ставили правду.